Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Сегодняшнее видео о 10 бьюти продуктах, которые я перестала покупать. Перестала покупать, потому что они вредные или потому что я нашла альтернативу, то есть что-то более дешевое, но более качественное. Всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Да, кстати, это видео я снимаю вместе со своей подругой. Канал, который называется Похудеть легко. Они рассказывают о 10 продуктах, которые она перестала покупать для того, чтобы продолжать сбрасывать вес. Так что не переключайтесь и проходите в инфобокс, там вы найдете ссылочку на ее видео. Ну что, поехали! Первое, что я перестала покупать, это сульфатные шампуни. Перестала покупать, потому что сульфаты вредны для кожи головы, для волос и так далее. Но, положа руку на сердце, я не заметила никаких изменений на своих волосах. Поэтому рекомендую, не рекомендую, мне сказать сложно. Мне повезло с генетикой, да, у меня густые волосы. Для того, чтобы они выглядели живыми, здоровыми, не знаю, я считаю, что шампунь в моем случае ничего не изменил. Второе, что я перестала покупать, это маски для волос. Потому что ингредиентов очень много, большую часть ингредиентов я не понимаю, я не знаю, как они работают. И качественная маска для волос стоит недешево. Чем же я заменила? Девчонки, заменила просто маслом. Когда у меня нет времени, я наношу кокосовое масло, закручивая волосы в пучок и так хожу минимум 30 минут. А вообще, если я знаю, что я никуда не пойду, или я выйду просто возле дома, я могу так ходить целый день. Если у вас нет кокосового масла, используйте другие, более дешевые масла. Репейное, касторовое, оливковое. Любое масло, которое у вас есть, нанесите на волосы, вы увидите результат. Третье средство, которое я перестала покупать уже, наверное, больше полугода. Это гели для умывания с сульфатами. И вот здесь я заметила результат. Во-первых, кожа перестала сохнуть и шелушиться. Во-вторых, у меня ушли всевозможные покраснения, высыпания. Мне понравилась реакция моей кожи. Чем же заменила? Заменила средствами для снятия макияжа без сульфатов. А вообще, положа руку на сердце, заменила маслом. Я наношу масло на лицо, потом просто снимаю его влажными салфетками. Для того, чтобы идеально снять всю косметику, мне достаточно трех салфеток. Четвертое, что я перестала покупать, это гидрофильное масло. Гидрофильное масло – это средство для снятия макияжа, которое растворяется в воде. Почему перестала покупать? Потому что, если вы посмотрите на ингредиенты, очень часто вместо масла там парафин. Ну и зачем покупать, тратить деньги на парафин, когда я могу снять косметику натуральным маслом? Поэтому гидрофильное масло я больше не покупаю. Также я перестала покупать тоник для лица. Но я не перестала тонизировать кожу. Почему не покупаю? Потому что обычно тоники состоят из 95% воды и 5% – это какие-то уходовые средства. Чем же я заменила тоник? Все очень просто. Я протираю каждое утро свою кожу лица кусочком льда. Но лед не всем можно использовать. Я, если не ошибаюсь, для тех, у кого куперос, это запрещено. Второе, чем можно заменить – это минеральная вода. Но вы не надеетесь, что вы купите полтора литровую бутылку и будете протирать, пока она не закончится. Она как бы хороша только в течение недели. Поэтому у меня есть минералы. Я добавляю их в воду. Что-то выпила, что-то протерла. И третье средство, которым можно заменить тоник – это зеленый чай. Я думаю, что все знают, что зеленый чай можно заваривать неоднократно. И первую заварку я обычно не люблю. Он какой-то слишком крепкий. Короче, первую заварку я не люблю. Но первая заварка идеально будет работать как тоник для лица. Что с ней можно сделать? Ей можно протирать как тоником. Эту заварку можно заморозить и использовать уже лед. Это будет вообще два в одном. Ну, это можно использовать как мицеллярную воду. Но нужно помнить, что зеленый чай тоже не вечен. Сколько он держится? Ну, максимум два, наверное, ну, три дня. И все, потом я выливаю и заливаю следующий. Следующее средство, которое я перестала покупать – это бальзам для губ. Почему? Потому что если бальзам недорогой, то в его составе вазелин. Если бальзам дорогой, ну, то есть, да, тут уже ключевое слово – дорогой, то я могу сделать его самостоятельно. Видео о том, как я делаю бальзамы, вы можете найти внизу в инфобоксе под этим видео. Следующее средство, которое я перестала покупать – это крем для лица и сыворотка для лица дорогих марок. Девочки, я уже неоднократно убеждалась в том, что крем меня не избавляет от моих возрастных проблем. То есть, да, крем может увлажнить, крем может витаминизировать, питать. Кремы разные. Но лично на моей коже крем не убирает морщины. А это для меня самое главное. Чем заменила? Ну, вместо крема я использую масло, которое подходит для моей кожи лица. А вообще с морщинами борются всевозможные бьюти-штучки, как мезороллер, массажер, как бы это правильно назвать, вакуумный массажер и так далее. Если вам интересно о бьюти-штучках, ссылку на видео вы найдете внизу, также в инфобоксе. Был у меня неприятный опыт с покупкой эфирных масел на китайском сайте. Не покупайте никогда в жизни. Боже, девочки, это деньги на ветер. Все-все-все, что купила, все выбросила. Эфирное масло, если вы пользуетесь эфирными маслами, нужно покупать в проверенных магазинах. И для того, чтобы проверить, качественное у вас масло или нет, вы просто капаете на листок белой любой бумаги, если жирного пятна нет, то это качественное эфирное масло. Если я не ошибаюсь, есть несколько эфирных масел, которые оставляют жирные пятна. Но вообще эфирное масло не оставляет жирных пятен. Если эфирное масло оставило жирное пятно, значит оно разбавлено. Ну, со средствами для лица все, теперь перейду к телу. Девочки, очень-очень давно я не покупаю лосьон для тела. Почему не покупаю? Потому что заменила его маслом. Ну, коль я уже покупаю масло, коль я им уже пользуюсь на волосах, на лице, то я его успешным образом перенесла и на тело. Как ни крути, все-таки масло это натуральный продукт, в котором находится куча полезных веществ. Поэтому про лосьоны для тела я забыла давно. Если, конечно, кто-то мне подарил, то я им пользуюсь. Но сама специально не покупаю. Ну и последнее средство, которое я перестала покупать, это антицеллюлитный крем. Знаете почему? Потому что это, на мой взгляд, маркетинговый ход. Если вы неправильно питаетесь, если вы не занимаетесь спортом, то сколько бы вы не мазались антицеллюлитным кремом, целлюлит никуда не денется. Поэтому я забыла. Поэтому я вообще забыла про антицеллюлитный крем. Я правильно питаюсь и занимаюсь спортом. И вы знаете, это работает. Действительно, не буду вам показывать свои прелести. Но как только я начинаю усиленно заниматься спортом, а усиленно это каждый день по 30 минут. И плюс я отказалась от услуг метро. Я на работу хожу пешком. Это получается 20 минут до офиса и 20 минут до паровоза. То есть у меня каждый день 40 минут ходьбы. Девчонки, я вижу результаты. Я вижу, что кожа подтянулась. Я чувствую тонус кожи. Я довольна. Как только я забиваю на здоровый образ жизни, я сразу вижу признаки, скажем так, старения на своих бедрах. Так что, девчонки, не покупайте антицеллюлитный крем, но не работает. Нет, может быть он работает. Если вы правильно питаетесь, делаете гимнастику, зарядку. Плюс вы еще дополнительно пользуетесь антицеллюлитным кремом. Ну тогда, возможно, да. А один нет. Ну вот и все, мои дорогие. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Это мои бьюти-предметы, бьюти-штучки, которые я перестала покупать. Я вам рассказала, чем я их заменила. Если у вас есть какие-то дополнения, предложения, то жду их внизу в комментариях. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Продолжение следует...